Внимание! Данное видео создано ради проверки экспериментов в качестве ознакомления как документальное кино, и ни в коем случае повторять за нами не стоит. А всем привет, с вами Тимон, и ребята, в этом видео у нас снова Гриша-испытатель, успели соскучиться по нём. Если да, ставь лайк, чтобы я понимал, снимать ещё с ним рубрики или нет, то не в курсе, Гриша реальный испытатель, так как только он проверил, что будет, если на строительную каску на башке упадёт кирпич, а потом ещё и гирю на себе проверил, взрыв петарды на каску и многое другое. Смотри с ним видео у меня на канале. В этот раз, ребята, мы запускаем новую рубрику «Раскалённая лава 1100 градусов против». А как вам? Думаю, будет круто. Многие из вас подписались на мой канал из-за видео с раскалённым шаром. Да, я давно их не выпускаю, так как их почему-то хейтит. Ну, можете жмякнуть на голосовалку справа вверху, если будет много желающих, я верну эту рубрику, потому что теперь у нас есть плавильня. Да, это вам не горелки по 800 градусов. Плавильня реально 100% натурально плавит всё до температуры 1120 градусов. Мы теперь и шар сможем раскалить, и лаву сделать из меди. А теперь наш испытатель Гриша вам покажет, от чего же может спасти вас обычная строительная каска. Вы ведь замечали, к примеру, в новостях, что работники завода металлургии, где плавит металл, они находятся в обычных строительных касках. Не в пожарах каких-то костюмах, которые защищают вас от обгорения или плавления, а в обычных спецовках, штаны там или куртка, и каска. Обязательно должна быть каска. Да зачем же она, если вдруг на тебя, не дай бог, попадёт лава, а ты, наверное, в михо плавишься и превратишь всё в уголь. Ну, мне так кажется. Я же хочу проверить всё и узнать, спасает она вообще или нет. Подписывайся на канал и погнали всё проверять. Да, ребята, нашёл новую прикольную денежную игру, в ней нужно открывать яйца с деньгами на сайте Эйгер. Тут ещё и склады Майя, руны и мафия. Мне её посоветовали мои подписчики и попросили проверить. Сайт существует уже больше года, и что мне тут нравится? Просто за регистрацию они сейчас дарят 1000 рублей. У меня уже баланс 2000 рублей, я открывал клады Майя, и в принципе неплохо. Тут и отзывы много положительных, пока мне всё нравится. Самая прикольная фишка – это вывод денег в течение минуты. Пока я записывал видео, я попробовал более дорогие игры «Ограбление» и «Мафия». И знаете, вроде бы неплохо повезло. Этого как раз мне не хватало на плавильную печь, и она просто стоит 50 тысяч. У них всё выводится в течение минуты, и пока ещё есть такая акция, нужно попробовать. Я оставлю ссылку в описании. За регистрацию можно получить 1000 рублей. Посмотрите там, почекайте, почитайте отзывы. Это возможность выиграть и подзаработать. Короче, печь реально крутая. Видите, она сейчас начала нагреваться. И зелёным показывает максимальную её температуру, а красным – это температура нагрева. И как только будет 1120 градусов, Тига – это ёмкость для лавы, внутри печи которая, станет ярко-красной. Мы закинули кусочки меди, много, около килограмма, так как только медь плавится до 1000 градусов. А, к примеру, лиминей расплавляется уже при 600 градусов. Так, Гриша уже готов, он немного волнуется. Ещё бы, не каждый день на него выливается раскалённая лава в 1100 градусов. Жесть. Как вы думаете, ему будет кобздец или нет? Напишите в комментариях, только ставьте видео на паузу. Я думаю, просто нереально выжить после такого раскалённого дождя. Так, ладно, давайте начинать. У нас внутри просто раскалённый вулкан, всё булькает, и оно ж там жёлтое, максимально раскалённое. Обязательно нужно надевать огнеупорные перчатки, специальную маску и защиту. Так, всё, я готов, давайте вылим немного лавы. Офигеть! Он загорелся? Да, дудсквозная дыра вроде бы. Но пока, если честно, я не считаю это критичным. Думаю, при таком вытике лавы, человек выживет и не пострадает. Будем считать, это маленький выброс на заводе случился, и каска бы вроде бы спасла нашего подопытного. Давайте ещё раз повторим и только больше лавы сделаем. Лава текла и по козырьку, и горела каска, её было много. Посмотрите, это всё застывшая медь. Мы сымитировали вытек лавы на заводе, и теперь давайте посмотрим на Гришу. Блин, да он целый, он выжил. На нём не царапины, каска всё забрала на себя. А, нет, смотрите, это единственный ножок, который мы смогли найти на голове Гриши. Я считаю, это не смертельно, и каска действительно может защитить вас от вылитой лавы. Каска словно зонтик отбрасывала лаву в стороны, и теперь мне понятно её применение на заводе. Короче, пишите в комментариях, на что нам ещё вылить лаву, и лучший комментарий попадёт в видео. 40 тысяч лайков, и выходит новая серия. И не забудьте подписаться на канал, и поставить колокольчик. А на этом всё, ребята, всем удачи, и пока-пока.